Товарищи музыканты, всем привет! С вами Александр, вы на канале Давай Запишем. У нас очередное знакомство с USB-микрофоном, и наше главное действующее лицо сегодня это электретный конденсаторный микрофон Behringer BM-1U. Итак, вот он перед нами. Естественно, у многих владельцев микрофона AT2020 сейчас на лице улыбка, но не будем на этом заострять внимание, поскольку все уже давно привыкли к тому, как работают инженеры-изобретатели пресловутого Uli. Ладно, давайте к делу. Микрофон кардиоидный, размер мембраны 16 миллиметров, частоты 20-20 тысяч, максимальный уровень звукового давления 80 децибел. Что касается цифры, то это 16 бит, 48 килогерц. Работает эта вся прелесть под ASIO for all. Задержку нам обещают сверхнизкую, собственный шум здесь также по обещанию производителя сведён к минимуму. Но всё это мы с вами, естественно, протестируем чуть позже. А сейчас давайте посмотрим, что у этого микрофона есть на теле. Итак, регулятор уровня между входящим сигналом и сигналом из компьютера, громкость выхода на наушники, или ещё куда-нибудь. Снизу подключение USB-B и сзади выход на трёх с половиной миллиметрах. Комплект у этого микрофона традиционный для подобных моделей. Это настольная тренога с держателем, USB-кабель длиной около двух метров и чехол для хранения. Ну что ж, рассказывать, собственно, больше нечего, разве что только назвать его стоимость на сегодняшний день. Это, друзья мои, 9990 рублей. Ну понятно, что плюс-минус. Давайте будем уже подключаться и послушаем, на что способен этот микрофон. И учитывая, что основное его предназначение это стримерская деятельность, ограничимся, пожалуй, речевым тестом. Хотя записать ту же гитару или вокал нам никто с вами запретить не сможет. Но тут уже речь пойдёт о том, какого качества материал на выходе нам нужен, плюс, если это вокал, покупка дополнительных вещей будет неизбежна. Речь о микрофонной стойке, пупфильтре и даже о кабеле большей длины. Всё, друзья, тестируем. Многие начинающие блогеры и музыканты сталкиваются с проблемой выбора качественного микрофона. Часто для них цепочка из предусилителя и звуковой карты кажется адски сложной. И в этом случае на помощь приходит USB микрофон. Он представляет собой комбинированное устройство, состоящее из собственного микрофона и звуковой карты. Как и во всех девайсах такого типа, качество его компонентов нельзя назвать высоким. Однако для выполнения минимума задач его хватает более чем. На рынке такие устройства представлены в довольно широком ценовом диапазоне. Можно что-то купить вот за такие денежки, а можно влететь и на такую цифру. И здесь нужно понимать, что совсем дешёвое устройство в звукозаписи нам мало чем поможет. Хороший звук смогут дать только более дорогие модели. Ну и для полной картины давайте я сделаю громкость на максимум и послушаем, насколько шумным будет этот BM-1U. Думаю, достаточно. Ну что ж, показали, цену объявили, послушать дали. Всё, что вам осталось, это решить. Годится такое изделие для выполнения ваших задач или что-то вдруг не устроило? Пишите о ваших впечатлениях, задавайте вопросы и оставайтесь в компании с нами. Всем удачи и до новых встреч! На просторах компании давай запишем, где мы показываем исключительно про оборудование. Сказал бы сейчас Лёша Судаков. Да? Это что? Надо пробовать. Сейчас, стой за камеру. Зато я очень хорошо вижу...